Всем привет! Новое видео на канале. Да-да, спустя, может быть, год, чуть больше. Давайте я вам кое-что покажу по компьютерной тематике. Давайте начинать. Поехали! Еще пару дней назад ко мне обратился один человечек с просьбой привести в порядок его компьютер. Сейчас, пока я вам это рассказываю, вы, соответственно, видите фотографии, которые я увидел. Точнее, я увидел не фотографии, я увидел то состояние компьютера, когда он принес его ко мне. Почему я решил снять это видео? Ну, во-первых, такие корпуса редкость. И такое вообще, скажем так, соотношение цена-качество всего 4,5-5 лет назад было топовое. То есть человек выиграл какой-то грант и на все деньги закупился правильными, хорошими комплектующими. Здесь у нас, да-да, не удивляйтесь, i5 девятого поколения. Здесь у нас карта 2070. Соответственно, здесь у нас классный корпус. Материнская плата на Z-чипсете. Здесь у нас RGB-оперативка DDR4, естественно. Здесь у нас корпус Big White вместе с башней Pro 4, или как она называется, на два вентилятора. Здесь у нас модульный блок питания. И все это 5 лет назад было в топовом исполнении. И этот корпус на момент стоит от 28, точнее от 26 тысяч. И порой его иногда продают до сих пор по 30 с копейками. В корпусе у нас присутствует раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять вентиляторов, в том числе и процессорные. И задача была такая. То есть все эти почти 5 лет корпус и, соответственно, сам компьютер не обслуживался. Здесь все на кнопочках. Здесь все на определенных тумблерах. Здесь все, в общем, все топчик. Топчик, причем очень сейчас необычная экспозиция. То есть, если сейчас всем нравятся цветные внутренние компоненты в виде RGB-вентиляторов, в виде прозрачных корпусов, этот корпус наглухо. То есть вот это вот его две стенки, передняя, задняя наглухо закрывается, и ты не слышишь ничего. Не видишь и не слышишь ничего. Все эти вентиляторы безумно тихие. Они мощные, и при этом у них нет никакой подсветки. То есть я привел компьютер в порядок. Сейчас он выглядит следующим образом. И хотелось бы просто показать, чтобы вы понимали вот эту вот махину, вот эту грабину. Если в 2024 году модные корпуса такого плана, тоже неплохой корпус, достаточно бюджетный, стоимостью 5000 рублей, достаточно интересный. У него присутствует RGB, соответственно, вентиляторы корпусные, сеточки, все как положено. Здесь у нас полностью модульный корпус с офигенным продуманным на тот момент. То есть сейчас такие, ну, грабины, кстати, рейд-массив дисков здесь должен смотреться на тот момент компоновкой. И, естественно, те фотографии, которые вы видели, компьютер не обслуживался, в нем было очень много пыли, в том числе и на корпусных вентиляторах, что спереди, что сверху. Это не система водяного охлаждения, это встроенные вентиляторы. При этом они все запускаются и крутятся в такт, регулируются вот здесь вот. И посмотрите, что у нас сзади. Сзади, соответственно, мой коллега как мог на тот момент, точнее на этот момент, сделал укладку кабелей по сравнению с тем, что было естественно. Каждый из вас сейчас может сказать, что кабели можно уложить еще лучше. Но проблема вся в том, что за каждую укладку кабеля, если, допустим, идет кабель в кабеле, в каком-то кабель-канале, это стоит определенных денег. Вот это базовая, если вы должны понимать, это базовая укладка кабеля, можно сказать, при сборке компьютера. То есть она максимально-максимально недорогая и максимально дефолтная. Ну и сейчас компьютер выглядит как новый, как будто бы мы вернулись на 5 лет назад. Давайте его запустим. Я сейчас включу с подсветочкой Gigabyte. И запускаем. Не нажал на кнопочку, или она не нажалась. Запускаем компьютер, он полностью вчера был проверен. Температуры после замены термопасты проверены в стресс-тестах. Температуры после замены термопасты на вот такой вот прекрасной видеокарточке 2070, которая стала как новая, тоже, соответственно, проверены в стресс-тестах. И вот это все дело просто закроется. Вы даже, то есть пользователь, хозяин компьютера, он даже не видит, что у него RGB-оперативка, на тот момент просто покупал все. Там самое топовое, самое жирное, что было. В общем, посыл такой, показать вам, что существовали вот такие корпуса. Здесь снимается все. Здесь снимается вот это. Здесь снимается передняя часть. Здесь присутствуют пылевые сетки внизу. Снизу пылевые сетки сбоку. Точнее, спереди. И все это дело максимально интересно для пользователей, которые спустя, ну, сейчас, кто собирает игровой компьютер, ну, купить такой корпус. Он до сих пор продается, иногда бывает в продаже. Ну, соответственно, такое. В общем, посыл такой. Такие корпуса существовали, такие корпуса были, есть и будут для тех, кто не любит, точнее, любит тишину. Абсолютно бесшумные вентиляторы корпусные, абсолютно бесшумные вентиляторы охлаждения, башни охлаждения. Все это работает просто, ну, на каких-то очень бесшумном режиме. В общем, посыл такой, показать, что существуют такие корпуса, что компьютер надо обслуживать. Соответственно, здесь компьютер был запущен. Ну, человек, как мог, в свое время самостоятельно собрал и не менял ни термопасту, ничего. То есть, по фотографиям, которые вы видите, вам, в принципе, это должно стать понятным. Как-то так. Подписывайтесь на канал. Сейчас буду развивать тематику сборки ПК. Соответственно, потому что я этим занимаюсь уже на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Это новая еха в моей жизни. Поэтому оставайтесь со мной. Еще раз подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока-пока.